Воспитание у молодого поколения, любви к родине и формирование чувства патриотизма у октябинцев. Но что самое главное, возможность почтить память павших воинов, отдавших свои жизни за процветание родного края. Именно такие задачи ставит перед собой Ассоциация ветеранов Афганской войны, созданная в регионе. Первым плановым мероприятием Ассоциации стала поездка в Храмтауский район. Директор районного музея Нургуль Жулмуратова объясняет большое значение для храмтаучан геологического разреза Айдар-Лэ-Аша. Именно отсюда началась поездка ветеранов Афганской войны. Уникальный объект позволяет углубиться в многовековую древность. Природный памятник находится в 10 километрах от села Акжар и имеет статус охраняемой территории. Здесь обнаружены такие находки, как зубы акул. Это свидетельствует, что когда-то на территории региона было тропическое море. Специалисты подробно рассказали об истории этого уникального места. А это строительная площадка нового спортивного комплекса ангарного типа в Акжаре. Воины-интернационалисты вместе с ликвидаторами аварий на Чернобыльской АЭС ознакомились с ходом работ. К слову, столь нужный селу объект планируют создать в эксплуатацию до конца 2021 года. Кроме того, в населенном пункте асфальтируют 10 улиц. Эта работа продолжится и в следующем году. А в местном Доме культуры ветераны встретились с сельской молодежью и поведали о своих боевых буднях. Мой сослуживец подорвался на танковой мине, лишился обеих ног. Помню, я приближал в медицинскую палатку, где он лежал. На всю жизнь запомнилась его просьба снять ботинки. И затянул жгутом ноги, остановил кровь. Такое не забывается. И нам важно, чтобы молодежь знала, что война – это большое горе, это кровь, это смерть. И самое главное, мы желаем современному поколению никогда не столкнуться с тем, что перенесли на своих плечах мы. В ходе встречи поднимались вопросы хода конфликта в Афганистане. Ветераны рассказывали о подвигах рамтаучан в той войне. Представители старшего поколения призвали молодежь получить качественное образование и активно трудиться на благо родного края, а также быть патриотом Родины. Сегодня я бы хотел в музее, именно вот Аулга, поселок, передать вот эти книги, которые вышли у нас в Актюбинске, выпустили. Это тут и поисковый 30 лет. И вот с 1986 года, многие спрашивают, почему 1986 год, это основание афганского движения Актюбинской области. Со дня основания в этой книге тут все наши работы, Марата Айтуганович, спортивные мероприятия, все-все-все, в течение вот до 2018 года. Сейчас еще готовимся другую книгу, тоже такую. Это книга о павших в Афганистане, это которые погибли 26 человек, и один пропал везде, с Актюбинской области, вот Волошин у вас здесь, поэтому мы хотим передать эти книги вам в память, чтобы молодежь смотрела и изучала. Гости подарили музею книги о героях-актюбинцах, воевавших в Акганистане. К слову, в Акжарском школьном музее есть экспозиция, посвященная Сергею Волошину. Уроженец Храмтауского района погиб при выполнении своего интернационального долга в июне 1980 года. В райцентре членам ассоциации продемонстрировали оборудованный недавно парк и детскую площадку. Эти объекты еще более украсили Храмтау и увеличили число зон отдыха горожан. С первого класса учились вместе. Родители мы хорошо знаем, родители были очень спокойные, учителя. Его отец был директором школы, мама спокойная, тоже многодетная. Сам по себе Калихан был человек такой спокойный всегда, собранный. И вот всегда он серьезный был, не по годам. Потом мы росли, школу кончали, вместе в бокс ходили. Он мой был спарринг-партнер, я всегда с теплотой вспоминаю его. И еще раз говорю, что он был действительно профессионал своего дела. Профессионалы все-таки, они спокойные, мало говорят, и они стараются себе не показывать. Вот он такой человек и был. А самое главное, что говорят в народе, что он оставил после себя такую прекрасную больницу. Он здесь работал. Честно говоря, даже мы лечились, и дети наши рождались при нем. Он сделал очень много для этой больницы. И благодаря своей целеустремленности, силе он работал в Актюбинске. У каждой эпохи есть свои герои. Храмтаучане никогда не забудут имя Калихана Кузбагарова, скончавшегося в июле текущего года от пневмонии. На стене районной больницы, где долгие годы трудился будущий герой труда Казахстана, висит мемориальная доска в его честь. Среди ветеранов афганской войны много однокурсников Калихана Кузбагарова. Также воины-интернационалисты встретились с молодежью в стенах шестой школы. Ветераны делились жизненным опытом и отвечали на вопросы присутствующих. В целях военно-патриотического воспитания молодежи приехали, посетили Храмтавский район, встретились с ребятами здесь, афганцами. Ассоциация будет объединять не только афганцам. Мы хотим объединить полностью одно, сделать объединение, и чернобыльцы, и спортивные объединения. Все влиться в одну организацию. То есть одно единый кулак, чтобы был. Поэтому сейчас у нас еще в дальнейшем будут планы посетить другие районы, все районы Октюбинского в течение года, чтобы ознакомиться с такими районами, чтобы ребята все знали, чтобы люди знали, что существует такая одна, единая ассоциация ветеранов войны в Афганистане. Руководство района подчеркнуло, что приезд ветеранов войны в Афганистане станет большим подспорьем в деле воспитания подрастающего поколения. Подобные встречи необходимы молодому поколению. Это воспитание чувства патриотизма, любви к родине. И ветераны той страшной войны, в которой погиб и наш земля, как никто другой, смогут передать эти идеи молодежи. Встречи проходили в формате вопрос-ответ. Наши ребята смогли из первых уст узнать у ветеранов подробности сражений и другую ценную информацию. Этот визит был организован в рамках празднования 25-летия Конституции Республики Казахстан. А на молодых людей встреча с людьми, прошедшими горнила конфликта, произвела большое впечатление. Это очень важная встреча для всех нас. Было интересно пообщаться с ветеранами афганской войны, задать интересующие вопросы. Было очень интересно встретиться и перенять богатый жизненный опыт. Считаю, что подобных мероприятий должно проводиться как можно больше. Хочется выразить огромную благодарность воинам-интернационалистам за столь интересную беседу. Прошло уже более 30 лет с момента вывода советских войск из Афганистана и Чернобыльской катастрофы. И участники тех исторических событий являются настоящими примерами для подражания у молодежи и передают свой богатый жизненный опыт будущему поколению. Подобная работа ассоциации будет продолжена и в дальнейшем. Николай Сырбов, Дархан Мектибай, Азамат Сауханов, телеканал Актюбе.